И вторая часть сегодняшнего второго занятия у нас посвящена эфирному маслу мяты. Мы с вами в первой части, когда говорили про лимон, мы уже проговорили то, что любое эфирное масло воздействует на наш организм интегрально, то есть воздействует на все наши системы одинаково, включая и состояние кожи лица. И нашу энергетику, и наше психоэмоциональное состояние, и нашу физическую активность. Но если говорить в плане интегральности, но в целом каждое эфирное масло обладает своими точечными свойствами, которые оно начинает включать, когда мы с ним начинаем взаимодействовать. Ну вот наша мята пиличная, пепперминт, мента пепперита, которую вы все знаете еще, наверное, с детства, потому что все в детстве кушали, пробовали специальные ментовые конфетки. И также продавались, до сих пор продается спиртовый мятный, мятный спиртовый раствор, да, который часто используют для устранения головных болей. Но мы с вами говорим сегодня про натуральное эфирное масло мяты, которое очень мощное по своим свойствам, очень концентрированное. И все знают такой вот холодок, который дает масло мяты, вот этот холодок дает маслу мяты содержание, высокое содержание в эфирном масле мяты перечной ментола. И вот этот ментол как раз таки и наделяет масло мяты хорошими свойствами, это антибактериальные и антисептические свойства, и противовирусные, и болеутоляющие, и спазмолитические, и противовоспалительные, и тонизирующие. В компанию Дотерра масло мяты входит не в один, а даже несколько эфирных смесей. Произрастает мята перечная в Сихоокеанском северо-западном регионе США, но аромат вы все знаете хорошо, мяты, и активное вещество это ментол, ментон и эвкалиптол. Добывается эфирное масло мяты из растения целиком. И ментол, который попадая в организм, хорошо воздействует с ионными каналами тела, а ионные каналы контролируют поток ионов через клеточную мембрану, которая управляет нервными импульсами и сокращением мышц. И вот как раз таки наличие ментола и объясняет стильные, спазмолитические и другие лечебные свойства эфирного масла мяты перечной. Поэтому ее активно используют и для лечения каких-то заболеваний опорно-двигательного аппарата, снятия боли в стоматологии и для улучшения пищеварения. Каким образом мы можем использовать масло мяты? Вот наша маркировка буква AITS. A означает ингаляционное воздействие, это повышение тонуса и освежение воздуха. И для того, чтобы взбодриться в течение дня. То есть масло мяты – это хороший также адаптоген, сегодня об этом будем говорить, адаптоген, тонизатор, который помогает людям, которые много работают, дальнобойщики, которые постоянно сидят за рулем, взбодриваться и не засыпать. Мяту можно и показано принимать внутрь для поддержки здоровья желудочно-кишечного тракта, при расстройстве желудка, в целом для улучшения пищеварения. Также в кулинарии Аромашеф. Буква T означает наружное применение. Мяту можно и нужно использовать при массажах опорно-двигательного аппарата, при мышечной и нервной боли. И вот ментол как раз-таки дает ослабление боли. И буква S означает, что масло мяты необходимо разбавлять для чувствительной кожи. Ну и поговорим чуть-чуть про историю масла мяты. Само растение выведено в Англии в 17 веке путем скрещивания диких видов мяты, водяной мента-акватика и кудрявой мента-спиката. Но последняя сама является естественным гибридом, возникшим из лесной мента-лаксифлора и круглолистной мяты, мента-немуроза. Есть такая легенда. Согласно легенде, владыка царства мертвых и супруг Персифоны Аид полюбил на яду менту. Она покротивительствовала небольшим речкам, родникам, и там, где она жила, всегда воздух был чистый, прозрачный. А уставшим путникам она возвращала силы, больных исцеляла, а старикам дарила долголетие. И, узнав о неверности мужа, ревнивая повелительница подземного царства обратила свою соперницу в лекарственное растение мяту. Дальше. Мята также считалась травой афродиты и использовалась как афродизиак. В Древнем Риме мята была одной из самых популярных пряностей, а римские женщины жевали листья мяты с медом, чтобы отбить запах алкоголя. От английского названия растения менте произошло латинское менте. Это же название перешло в славянские языки, видоизменившись в современное русское слово мята. В гробницах-фараонах были найдены пучки мяты, которые использовались как благовоние. А древние евреи из мяты делали духи и использовали эту пряность для изготовления пасхального ягненка. Итальянцы настаивали вина на мяте. Ну и сегодня мы знаем, что на сих пор какие-то напитки, такие как мухито, используют веточки мяты. А на востоке делали сладкие напитки со льдом шербеты, в которые уже тогда добавляли для свежести мяту. В Южной Америке мята использовалась для приготовления бодрящих напитков, а южноамериканское название мяты буквально переводится как «хорошая трава». Средневековые придворные повара выделяли из мяты эссенцию для окрашивания омлетов и других блюд. В Древней Греции и Риме в пиршественных залах обрызгивали мятной водой пространство, натирали мятными листьями и гостям предлагали веньки из мяты для поднятия настроения и оживления застольной беседы. Римский историк Плиний-старший носил на голове венок из свежей зелени мяты для концентрации внимания, для возбуждения работы мысли и рекомендовал это делать своим ученикам. Но сегодня мы детям предлагаем мяту вдыхать во время школьных занятий и экзаменов. А Авиценна рекомендовал водяную мяту при внутренних кровотечениях, наружно при головных болях, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Ну а в русской народной медицине мяту использовали для успокоения центральной нервной системы, при сердечных болезнях, при упадке сил как укрепляющей. Ну и даже добавляли ее в какие-то блюда. Сегодня масло применяется, масло мяты, обширно во многих сферах. Прежде всего это истоматология. То есть прежде всего это сферы, где необходимо убрать боль. За счет ментола мята активно справляется с болью. Это может быть головная боль, мигление, это может быть зубная боль. Также мяту мы активно используем при укачивании и тошноте. Если вы где-то в путешествии, в машине, где-то на круизном лайнере, и у вас там начались какие-то проблемы укачивания, тошноты, или вы что-то поели, переели, у вас приступы изжоги, пищеварительного дискомфорта. То есть здесь мята показана. И также масло мяты очень хорошо воздействует для нормализации кровообращения и улучшения состояния сосудов головного мозга. И вот здесь как раз таки объясняется использование мяты при лечении оздоровлений мигрени. Причем показания к использованию мяты и как у подростков 15-16 лет, так и у взрослых. То есть мы знаем, что у нас есть несколько эфирных масел, которые активно работают с устранением головных болей и мигрени. Это лаванда, это лимон, это мята. Но так как характер головных болей бывает разный, соответственно, мы используем разные эфирные масла в разное время. Допустим, вот у меня была клиентка, девочка, 16 лет, и долгое время, буквально несколько лет она мучилась постоянными приступами мигрени. И мы с ней работали, мы с ней использовали эфирные масла. Да, у нас в компании Дотера есть даже трио, куда входят 5 мг масла лимона, мяты и лаванды. И она вдыхала все три масла, и больше всего ей понравилась мята. И вот мы мяту активно использовали. Вернее, она использовала все три эфирных масла, но мяту больше всего. И вот в сочетании с нашей работой еще и энергетической у нее головные боли прошли. Масло мяты используется как сильный антисептик, особенно при простуде, при гриппе, при воспалении верхних дыхательных путей. В целом повышает иммунитет, сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, дарит свежее дыхание, бодрость, ясность и охлаждает и успокаивает раздраженную кожу. В косметологии масло мяты не сказать, что решает очень много вопросов или закрывает каких-то вопросов, но в целом ее можно использовать особенно там, где есть какие-то травмирующие факторы, которые могут воздействовать раздражающе на вашу кожу. Например, минусовые температуры, экстремальные температуры, перепад, или наоборот очень жарко, то есть бывает так, что человек работает в таких условиях. Благодаря охлаждающим свойствам и улучшению кровообращения масло мяты способствует выравниванию цвета кожи. И если есть на коже сосудистый рисунок, близко капилляра расположена, и не всегда это прям красиво выглядит, то можно здесь мяту тоже использовать. И вот сейчас я вам это рассказываю, вспоминаю, что у меня в юности, и там даже до 30 лет, вот здесь вот чуть-чуть такая вот, ну, был виден капилляр. Слабенько, но я его видела. И сейчас я вспоминаю, что я его давно уже не вижу. Это значит, что так как я активно пользуюсь эфирными маслами, то есть он получается, что ушел, что не может не радовать. Дальше. Масло мяты используется при обгорании на солнце для тонизирования кожи лица, снятия следов усталости, особенно от утомительного ожидания или гипоксии. Вот если вы все время работаете, если вы все время за рулем, в машине, если у вас нет достаточного притока кислорода, то есть все, что будет ухудшать качество вашего состояния, тела и кожи лица. Здесь вот мята как раз-таки, она не только будет вас пробуждать и будет хорошо воздействовать на кожу лица, повышать защитные функции эпидермиса. Также мяту можно использовать при воспалении кожи, сильном зоди, дерматозах, грибковых поражениях кожи, экземах, чесотках и ожогах. Ну и в целом мята улучшает цвет кожи лица. И вот самое, что основное хочется сказать, это то, что масло мяты обладает очень сильными биоэнергетическими свойствами. Мало того, что эфирное масло мяты – это адаптоген, то есть это сильный адаптоген. А что такое адаптоген? Это то масло, которое мы используем при условиях адаптации. Какая это может быть адаптация? Например, вы переехали из одной страны в другой, из одного города в другой, и часто это вынужденные меры, то есть вы не хотели, но вам пришлось. Или, допустим, вы ребёнка перевели с одной школы в другую, или с одной школы одной страны в школу другой страны. То есть любые переезды, любое новое общество, любая смена, скажем так, релокация – это всё всегда для нас новые эмоции, новый социум, адаптация. И не всегда эта адаптация проходит у нас мягко. И ещё адаптация бывает тогда, когда, например, мы были замужем или женаты и развелись. То есть жили с кем-то и развелись, разошлись, сейчас вы живёте один, и вам снова нужно адаптироваться к этим условиям, привыкать. То есть любая форма адаптации, она не всегда даётся нам легко, и эмоционально нелегко. Поэтому эфирное масло мято хорошо нам помогает адаптироваться к любым новым ситуациям в нашей жизни. Дальше. Мято хорошо помогает нам при умственной усталости, при хронической усталости, когда мы очень много работаем, тяжело работаем, когда вокруг нас люди тяжёлые, когда сама ситуация стрессовая, когда не получается установить хорошие взаимоотношения между вами и окружающими вас людьми. Особенно когда окружающие люди передают вам свою нервозность, своё перевозбуждение. Соответственно, вот это всё начинает на вас давить. То есть мято, она в целом устраняет ваше собственное нервное перевозбуждение, нервозность, спровоцированное утомление, дефицитом сна, вот всеми этими факторами, которые я перечислила, и помогает вам повышать доверие, устранять напряжённые ожидания, неприятностей. Потом мято ещё хорошо залатывает дыры в нашей ауре. Очень часто наша аура, которая в здоровом состоянии, она на 2-3 метра, она вот так вот в ширину, вверх, вниз, она как бы расширена, она здоровая, то есть у нас хорошая, здоровая граница, мы себя хорошо чувствуем. Но очень часто наличие стрессовых ситуаций, наличие токсичных людей рядом, или же наши же собственные негативные эмоции, нашу ауру изнутри разрывают, то есть они создают неопределённые дыры, чёрные дыры. И вот вся наша хорошая энергия начинает со временем через эти дыры уходить. И когда она уходит, соответственно, что остаётся? Остаётся ничего, и вот на это ничего мы начинаем притягивать тоже ничего и тоже чужую вот негативную, ненужную энергию. Поэтому масло мята, чем больше вы её используете в течение дня, особенно в аромывании после тяжёлого трудного дня, она поможет вам залатать эти дыры, устранить ваше вот это вот неустойчивое психоэмоциональное состояние, улучшить его, укрепить его, и успокоить ваши нервы, то есть привести вашу центральную нервную систему в порядок. Ну и также, когда ваша центральная нервная система приходит в порядок, у вас улучшается фокус, концентрация внимания, появляется ясность. Тут же вы здесь можете добавить ещё эфирное масло лимона сверху, масло лимон с мятой хорошо сочетается. Мята, она вас как бы поддерживает изнутри на уровне нервного состояния, устраняет нервное истощение, а лимон поможет вам ещё и будет прибавлять вам ясность сознания, давать вам осознанность побольше, да, и хорошую концентрацию внимания. Ну и также масло мяты можно использовать активно психологам, которые работают с клиентами, у которых стрессовые ситуации очень сильные, постстрессовые ситуации очень сильные, и здесь мята будет очень хорошо им помогать и ускорять любой процесс, связанный с терапией. В каких формах у нас масло мяты существует? Это, во-первых, наши флакончики 15-миллиграммовые, это аромароллеры наши, вот тоже 10-миллиграммовые, которые очень удобно наносить в форме роллера, это вот такие вот гранулки, которые чем-то похожи на наши детские конфетки, которые тоже с ароматом мяты, то есть вы выбираете ту форму, которая вам подходит к применению и используете на ежневной основе, то есть тогда, когда вам необходимо работать с эфирным маслом мяты. Вот это была теория по эфирному маслу мяты. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. И сейчас мы перейдем к рецептам.